Здравствуйте, друзья! Наступила зима, от двери засквозило холодом и многие из граждан озаботились установкой дверного доводчика. В этом материале мы выясним с вами, что такое дверной доводчик, для чего он нужен, рассмотрим особенности его выбора, а также узнаем, что можно делать с дверным доводчиком, а что нельзя. Дверной доводчик – это устройство автоматического закрывания и дохлопывания двери. Подавляющее большинство всех современных доводчиков представляют собой гидромеханическое устройство. То есть, это герметично закрытая коробка, заполненная маслом, главными элементами механизма которой являются металлический поршень и мощная стальная пружина. Когда дверь открывается, внутри доводчика перемещается поршень, который сжимает пружину. При перемещении поршня масло из одной части доводчика через специальные каналы перетекает в другую. После того, как ручку двери отпустили, мощная стальная пружина внутри доводчика начинает давить на поршень, возвращая его в исходное положение, а масло и нагнетенное с помощью него давление обеспечивает плавность закрывания. Вот, в общем, примерно так, если описывать работу доводчика прям грубо-грубо. Понятно, что внутри доводчика есть еще различные узлы сцепления движущихся частей, а многие современные доводчики имеют и другие полезные узлы и функции. В данном материале мы углубляться во все это не будем. Подавляющее большинство дверных доводчиков имеют два скоростных положения и два винта для их регулировки. Как правило, винтами регулируется скорость закрывания угла от 180 до 20 градусов, а вторым винтом регулируется скорость закрывания от 20 до полного захлопывания, то есть до нуля градусов. Разграничения на два режима существуют неспроста. Второй малый угол должен закрываться, то есть дохлопываться быстрее и сильнее. Это для того, чтобы преодолеть усилия и резиновых уплотнителей, а иногда еще и защелки замка. Скорость закрывания дверного доводчика на разных углах в разное время года может сильно колебаться и меняться. Это физика, друзья. Используемое масло внутри доводчика при разных температурах имеет разную консистентность, то есть на морозе оно тупо загустевает. Другими словами, регулировка дверного доводчика через винтовые клапана – это нормальная процедура для каждого межсезонья. И подчеркнул, при регулировке не нужно крутить винты как сумасшедшие в разные стороны. Поворот на четверть оборота уже дает ощутимые результаты и ощутимые изменения в работе. Выбор доводчика по весу и ширине полотна. Усилия доводчиков разграничиваются европейским стандартом EN 1154. Европейский стандарт или европейские нормы. Это примерно как наши ГОСТы и ОСТЫ, только зачастую более продуманные и гораздо жёстче. Так вот, согласно EN доводчик подбирают согласно двери по двум основным параметрам – это масса полотна и её ширина. Думаю, дураку понятно, что чем тяжелее дверь, тем её тяжелее перемещать и тяжелее дохлопнуть. Чем шире створка двери, тем тяжелее её закрывать, преодолевая усилия рычажной силы. И согласно EN 1154 доводчики весьма строго разграничены между двух параметров, которые мы рассмотрели выше. Например, если на доводчике написано EN 1, значит рассчитан он на полотно двери весом не более 20 кг, ширина створки которой не более 750 мм. EN 2 – это доводчик, усилия которого хватит на дверь весом не более 40 кг, шириной створки не более 850 мм. И так далее. Посмотреть все величины вы можете либо на нашем сайте, ссылку я дал внизу, либо, наверное, сюда куда-нибудь табличку прикреплю. Два важных условия относительно этих параметров. При выборе доводчика ориентируется на наибольший показатель, обозначенный в EN 1154. Ну, для примера, если ваша дверь массой всего 30 кг, но при этом у неё створка равна, ширина створки равна 900 мм, то нужно выбирать доводчик с показателем EN 3, а не EN 2. Если на дверь в процессе открывания и закрывания оказываются внешние факторы, усложняющие её эксплуатацию, относительно массы и ширины полотна двери, выбирайте по табличке тот доводчик, который обладает чуть большим усилием. Например, ширина полотна вроде бы небольшая, масса двери тоже небольшая, вроде бы хочется поставить EN 2, но при этом высота двери у вас больше стандартной, больше 2000 мм, значит доводчик надо выбирать EN 3. Выбирать доводчик чуть с большим усилием относительно массы и ширины створки полотна двери требуется и в том случае, если на неё постоянно оказывают влияние воздушные потоки. Например, в том месте, где она установлена, на неё постоянно дует ветер, мешающий закрыванию. Или, например, это лёгкая пластиковая дверь, но верхнего этажа, проём которого в этом здании работает как вытяжка. Для корректного захлопывания в этом случае, опять же, следует выбирать доводчик чуть с большим усилием. Помимо того, что при выборе доводчика нужно ориентироваться на те показатели, которые я озвучил и разжевал выше, в том числе хочу акцентировать внимание на ошибках, которые люди допускают при эксплуатации дверного доводчика. Первое – это кривая установка. В некоторых случаях действительно установка доводчика не сопровождается никакими проблемами. Её действительно можно выполнить буквально за 20 минут. Разметил по шаблону 6, отверстие, просверлил, закрутил 6 винтов – всё, установка закончена. Но очень часто установка доводчика сопровождается необходимостью доработки либо дверного полотна, либо коробки, необходимостью монтажа дополнительных крепёжных элементов типа уголков или пластин. Но люди часто это игнорируют, устанавливая доводчик как попало. Короче, при установке доводчика нужно соблюсти все плоскости, согласно шаблону. А сам доводчик с тягой закрепить жёстко. Если вы этого сделать не можете, категорически рекомендую обращаться к специалистам. Неправильно закрепленный доводчик служит в разы меньше. Второе – доводчики, не предназначенные для этого, нельзя фиксировать в открытом положении, подкладывая под него кирпич, палки и так далее. Всё это снижает срок службы. При работе доводчика штанга, или тяга как её ещё называют, должна двигаться не только по нужным плоскостям, но и должна быть свободна при работе, не затирать о коробку. И сушить половые тряпки на штанге тоже не надо, как я видел это в одном из торговых центров. Доводить полотно и помогать дверному доводчику быстрее закрыть дверь тоже нельзя. От этого у него корпус трескается и начинает течь масло. При установке доводчика на уличную дверь, независимо от того снаружи вы его полотна установите или изнутри, нужно выбирать именно морозостойкий доводчик или тот доводчик, который предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах. Если доводчик не предназначен для эксплуатации на улице, он потечёт в первую же зиму. Позволю себе дать пару советов по выбору бренда и качества изделия. Если есть возможность, не экономьте при покупке доводчика. В условиях капиталистической экономики зачастую, если изделие дороже, то оно выполнено качественнее. И хочу ответственно заявить, что в подавляющем большинстве случаев работает правило, если в механике вложились один раз, то потом в дальнейшей перспективе это сэкономит вам достаточно много времени и средств. По роду своей деятельности я видел десятки раз, как люди из года в год меняли на своей двери китайские доводчики, сэкономив один раз. Но просто переделывать не хочется, пересверливать отверстия. Европейские бренды, такие как Geze, Dorma или Tessa безусловно дороже, чем те изделия, которые предлагают нам китайские братья под такими названиями, как Armadilla, Palladium, Nateda и так далее. Ну так, во-первых, они служат дольше, буквально в несколько раз при соблюдении всех условий, которые я назвал выше. А во-вторых, пользоваться дверью с импортным доводчиком приятнее. Открываются они мягче, а захлопывается дверь надежнее. В завершение нашего разговора не могу не порекомендовать отличный магазин дверных замков и дверных доводчиков Дверной Доктор с удобной доставкой по России. Ссылку на этот магазин вы найдете в описании под этим видеороликом. Мира, тепла и удобства вашему дому, друзья! С вами был Владимир Ключник. Пока!